На одного адвоката в Казахстане приходится около 4 тысяч потенциальных клиентов, в то время как в развитых странах и та пропорция составляет 1 к 1000, а то и к 300. Нехватку профессиональных защитников обсуждают в мажилисе парламента. Там в первом чтении рассмотрели законопроект об адвокатской деятельности и юридической помощи. На прямой связи со студией моя коллега Елена Шрайбера. Здравствуйте, Елена. Какие нормы планируется внедрить для совершенствования института адвокатуры? День добрый. По документу предусматривается введение нескольких норм. Во-первых, планируется отменить уплату вступительных взносов при вхождении в коллегию адвокатов. На сегодня он составляет 800 тысяч деньги и более. И по мнению мажилисменов, эта сумма попросту неподъемна для молодых начинающих юристов. И было предложение сначала занизить этот взнос, чтобы не допустить к работе недобросовестных адвокатов. Но по словам министра юстиции, в этом нет необходимости, поскольку новое поколение юристов и так проходит непростое тестирование для получения лицензии. Во-вторых, в случае принятия закона адвокаты должны будут состоять в палатах юридических консультантов. Для создания нужно набрать 200 человек. Эта норма также вызвала массу вопросов у депутатов в том плане, как, например, быть в отдаленных районах и небольших населенных пунктах, где это количество людей попросту не соберется. Марат Пикитаев, министр юстиции, пообещал учесть это предложение. Кроме того, в случае принятия закона будет введена новая система пробоны. Это оказание бесплатной юридической помощи социально уязвимым слоям населения. И, как отмечалось, клиенты в случае успешного завершения дела могут вознаградить адвокатов в размере 10%. Но, по мнению депутата Снежаны и Машевой, это противоречит одной из статьи закона, в том плане, что адвокаты вообще не могут устанавливать размер оплаты в зависимости от окончания дела. И поступило предложение отказаться от этих 10%. Кроме того, улучшить систему управления адвокатским сообществом планируется за счет внедрения сроков по нахождению на должности председателя коллегии адвокатов. Были прецеденты, когда эту должность занимал человек несколько десятков лет. И, как отметил спикер Мажелиса Нурлан Нигматуллин, должна быть здоровая конкуренция и возможность для начинающих юристов профессионального роста. В целом же, Мажелисмены законопроект поддержали, правда, с небольшими поправками, которые я перечислила. И Марат Бекитаев, министр юстиции, пообещал учесть все ко второму чтению. На этом у меня пока все. Альфья. Спасибо, Елена. С нами была Елена Шрайбер. Она рассказала нам о усовершенствовании системы адвокатуры в Казахстане.